Здравствуйте, друзья! Мы рады, что вы зашли на наш канал Кухня без фанатизма. Сегодня я буду готовить мясное блюдо, праздничное, вкусное и, конечно, малокалорийное. Начинаю готовить. В сковороду добавляю 10 грамм сливочного масла жирностью 82,5% и нагреваю. Одну луковицу весом 150 грамм мелко нарежу. И отправляю лук в сковороду. Нарезанные грибы отправляю к луку и буду готовить пару минут. Пошел уже аромат хороший такой грибной, вкусный. Сливочное масло, лук, грибы. Все это просто создано друг для друга. 100 грамм чернослива нарежу соломкой. Грибы готовим на сильном огне, чтобы жидкость выпарилась. В конце добавляем немного черного молотого перца по вкусу и соль. Ну вот, вся жидкость практически выпарилась, можно выключать. Теперь добавляем чернослив и выключаем. Начинка готова. Пока начинка остывает, подготовлю мясо. Беру свинину, у меня 750 грамм, и обрезаю видимый жир. Без жира калорийность свинины, примерно нежирной свинины, 140 килокалорий. Ну, на праздничный стол вполне можно приготовить. Ну, вот только лишние жирки я обрежу. Тут вообще жирков нету. Да, жира практически нету. Ну, даже вот этот вот грамм, грамм, я убираю. И теперь нарезаю мясо на пласты, на отбивные. Вот так вот. И каждый кусочек отбиваю хорошенько с двух сторон. Переворачиваю и отбиваю также с другой стороны. Теперь чистой, сухой рукой солим мясо с двух сторон. Солим и перчим. У меня здесь смесь приправ, перец красный сладкий, острый, перец чёрный, кориандр и сушёный чеснок. Это называется спец от Марина. Да, специи для мяса. Теперь переворачиваем. И всё то же самое с другой стороны. Если есть маленькие кусочки мяса, их можно вот так вот соединить и сделать один большой пластик. Пласт. И раскладываем начинку на мясо. Теперь я беру полкило тыквы, нарезаю крупными кусочками, но тоненько, где-то полсантиметра. И выкладываю тыкву в противень. Так, всё, тыква готова. Сверху выкладываю грибочки с черносливом. Оставшуюся начинку. Да, оставшуюся начинку. Добавляю чёрный молотый перец по вкусу. Тыква очень любит чёрный молотый перец. Сочетается изумительно. И солю немного по вкусу. И добавляю 100 миллилитров воды. Так, теперь беру мясо подготовленное и заворачиваю вот такие вот колбаски. И выкладываю на подготовленную тыквенную подушку. Всё, вот так вот заворачиваем. Ну, всё легко заворачивается. В процессе приготовления мясо оно очень плотно будет прилегать к начинке и к друг другу. И всё будет прекрасно. Мясные рулетики вот так слегка придавливаем. И теперь отправляем в духовку при температуре 180 градусов на полчаса. Теперь, друзья, я беру мёд. Одну чайную ложку без горки. Это 30 килокалорий. Добавляю одну столовую ложку растительного масла. Одну чайную ложку паприки. И я добавляю одну столовую ложку винного уксуса. Но можно взять обычной столовой или, например, яблочной. И хорошенько перемешиваем. Не стоит бояться вот такого маринада. Тыква у нас без масла, без жиров. Свинина тоже не особо калорийная. Плюс там грибы. То есть по калориям всё будет отлично. Но, естественно, если кому сахар нельзя, тогда мёд, например, не добавляем. Делаем всё то же самое, но без мёда. Можно, кстати, мёд заменить ложкой сахара. Вот такой красивый маринад получился. Через полчаса мы мясные рулетики смажем вот этим маринадом. Красота! Не то слово. Прошло полчаса. Достаем противень из духовки и распределяем маринад на каждый кусочек мяса. И смазываем каждый мясной рулетик кисточкой вот этот весь маринад, чтобы по всему кусочку мяса был. И отправляем ещё в духовку минут на 20-30. Друзья, в общей сложности прошло 50 минут. Моё блюдо готово. Посмотрите, какое оно красивое. Поджаристое. Такая аппетитная корочка. Тыква нежная. Аромат восхитительный. То есть всё прекрасно получилось. Будем подавать. И будем выкладывать. Так, ну, блюдо праздничное. Сейчас что-нибудь замутим. Что-нибудь праздничную подачу какую-нибудь. Например, что ты выкладываешь? Так, это у меня лук. Обычный, естественно, репчатый. Я его нарезала колечками. Вот так вот я рулетики выложила. А кто лук не любит, может не положить. Ну, это естественно. Всё на любителя. Да. Теперь берём вот так вот салатик. Заворачиваем. Такие вот цветочки, розочки типа. И сюда вставляем. Красота. Конечно. Это очень элитное ресторанское блюдо. И сбоку немного тыквы выкладываем. Друзья, праздничное блюдо мясное для тех, кто худеет. И не только худеет. Готово. Вот такое оно аппетитное, вкусное. Тыква просто необыкновенная. Нереальной вкусноты. Это я вам гарантирую. Ну, мясо само собой. И вот калорийность, пищевая ценность такого блюда, друзья. Ну, то есть немного тыквы, мясо в равных пропорциях. Грибы лук. Грибы лук, естественно. 137 килокалорий на 100 грамм. То есть можно отмечать Новый год, прекрасно наслаждаясь вот таким гастрономическим блюдом вкусным. И при этом соблюдать правильное питание. То есть, если будете есть вот такое блюдо на праздник, то особо ничего не случится. Ну, а естественно, если есть вообще в своей чашке и по норме, то, естественно, можно худеть. Это фантастика, Мария. Фантастика. Это реально фантастика. Сейчас мы одно мясо, один рулетик разрежем. Так, ну, разрежем. Смотрите, друзья, как всё великолепно. Отойди, я покажу. Угу. Ну, тыква, естественно, нежнейшая. Да, про тыква вообще. Да, просто нежнейшая. И мясо тоже сочное, вкусное. Так, что у нас тут? Чернослив. Грибы и чернослив. Грибы и чернослив. Потрясающе. Потрясающе. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok